Он – одна из самых крупных кинозвезд на планете, известный своей привлекательностью, обаянием и высоко оцененными наградами-ролями. Но за голливудским гламуром личная жизнь Брэда Питта рассказывает совсем другую историю. От бурных романов до громких браков его личная жизнь постоянно находилась под пристальным вниманием. Сегодня мы подробнее рассмотрим путь Брэда Питта к поиску любви. Мы вспомним его прошлые отношения, раскроем причины тех самых публичных расставаний, от интрижек в начале карьеры до браков, которые не сходили с первых полос газет. Приготовьтесь к американским горкам эмоций, исследуя любовь и потери одного из самых завидных холостяков Голливуда. Это Брэд Питт. История разбитого сердца. Наша история начинается в далеком 1088 году на съемочной площадке комедийного ужастика. Фильма, который станет прорывом для Брэда Питта. Именно здесь он познакомился с Джил Шоллен, восходящей звездой, которая вскоре станет его первой невестой. Их роман был страстным и стремительным, покорив Голливуд своей юношеской энергией. Казалось, они были неразлучны, но в их истории и любви наступил переломный момент, когда Шоллен уехала в Будапешт на съемки нового проекта. Расстояние оказалось испытанием для молодой пары. Находясь вдали друг от друга, Шоллен почувствовала влечение к режиссеру своего фильма. В порыве честности она позвонила Питту и призналась в своих чувствах к другому мужчине. В полной решимости спасти их отношения Питт вложил всю душу и сердце в то, чтобы вернуть ее. Он потратил большую часть своих сбережений на билет до Будапешта в надежде, что она изменит свое решение. К сожалению, его усилия оказались напрасными. Во время тягостного ужина Шоллен разорвала их отношения, оставив Питта с разбитым сердцем в чужой стране. Горечь отказа усилилась, когда вскоре после этого Шоллен вышла замуж за того самого режиссера, которому она от него ушла – композитора Энтони Маринелли. Это первое разочарование послужило суровым уроком для молодого актера, продемонстрировав хрупкость любви и непредсказуемость человеческого сердца. Тогда он еще не знал, что это только начало долгого и извилистого пути по лабиринтам любви и потерь. Залечивая разбитое сердце, Брэд Питт искал утешения в объятиях другой талантливой молодой актрисы – Кристины Эппл Гейт. Свежий успех ситкома, Эппл Гейт была восходящей звездой, и их пара казалась идеальной. Их роман был скоротечным, но, безусловно, запоминающимся кульминацией которого стало публичное выступление на церемонии вручения музыкальных наград MTV в 1989 году. В духе голливудской драмы Эппл Гейт ушла от Питта прямо во время церемонии к другому. Личность этого таинственного незнакомца оставалась в тайне на протяжении многих лет, подпитывая бесконечные спекуляции таблоидов. И только в 2016 году фронтмен Скид Роу Себастьян Бах признался, что именно он был тем мужчиной, к которому Эппл Гейт ушла от Питта в вечер. Хотя подробности их короткого романа остаются покрытыми тайной, одно можно сказать наверняка – решение Эппл Гейт оставить Питта на столь громком мероприятии добавило еще один уровень сложности в его и без того запутанную личную. Этот публичный отказ, последовавший так скоро после его разрыва с Шоллен, словно закрепил за молодым актером амплуа страдальца. Казалось, любовь, по крайней мере, в глазах общественности оказалась ветреной и неуловимой дамой. В 1990 году 27-летний Брэд Питт был очарован ярким талантом и свободолюбием 17-летней актрисы Джульет Льюис. Их связь была неоспорима, вспыхнув на съемках черной комедии и еще больше укрепившись во время съемок. Несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте, Питт и Льюис начали страстные отношения, съехались и стали преодолевать взлеты и падения молодой любви под пристальным вниманием общественности. Их роман был вихрем совместных приключений и творческих поисков. Они подталкивали друг друга в творческом плане, их химия была очевидна как на экране, так и за его пределами. Они вели богемный образ жизни, их часто фотографировали в одинаковых нарядах, их любовь была постоянным источником восхищения как для СМИ, так и для поклонников. Однако, несмотря на глубину их связи, разница в возрасте и давлении Голливуда, в конце концов, взяли свое. После нескольких бурных лет Питт и Льюис решили расстаться, положив конец одним из самых обсуждаемых отношений начала 90-х. Спустя годы Питт будет вспоминать о времени, проведенном с Льюис со смешанным чувством нежности и сожаления. Он назвал ее гением, а их отношения одними из самых значительных в своей жизни. Он признавал, что их любовь была настоящей и сильной, но признавал, что одной любви было недостаточно, чтобы преодолеть их трудности. Глава 4. Голливудская сказка, оборванная на полусловие. К середине 1990-х годов Брэд Питт утвердился в статусе голливудского сердцееда. Его точенные черты лица и неоспоримый талант сделали его одним из самых востребованных актеров в индустрии. Именно в это время, на съемках триллера, он пересекся с Гвинет Пелтроу, восходящей звездой, известной своей элегантностью и неоспоримым талантом. Между ними мгновенно вспыхнула искра, и их роман быстро стал сенсацией в СМИ. Их прозвали «золотой парой Голливуда», они украшали обложки журналов и покоряли зрителей своей неоспоримой химией. Их история любви казалась сошедшей со страниц сказки, кульминацией которой стала широко разрекламированная помолвка в 1996 году. Поклонники с нетерпением ждали свадьбу десятилетия, однако у судьбы, похоже, были другие планы. В 1997 году, всего через 7 месяцев после помолвки, Питт и Пелтроу объявили о своем расставании, вызвав шок в Голливуде и разбив сердца поклонников. Спустя годы Пелтроу рассказала о причинах их разрыва, признавшись, что была слишком молода и незрела, чтобы справиться с интенсивностью их отношений. Она призналась, что Питт был слишком хорош для нее в то время, признав свои собственные проблемы с обязательствами и давлением славы. Глава пятая. Снова та, что ускользнула. Весь мир с восхищением наблюдал, как Брэд Питт, еще не оправившись от своего очень публичного разрыва с Гвинет Пелтроу, снова обрел любовь с любимицей Америки Дженнифер Энистон. Энистон, находящаяся на пике своей славы, казалось, привнесла в жизнь Питта ощущение нормальности и стабильности. Их роман был вихрем погонь папарацци, появлений на красных дорожках и неподдельной привязанности. В 2000 году они обменялись клятвами на роскошной церемонии в Малибу, закрепив за собой статус голливудской королевской семьи. Их свадьба была похожа на сказку, свидетельством их любви и преданности. В какое-то время казалось, что они бросают вызов судьбе. Их история любви стала маяком надежды в часто неспокойном мире отношений и знаменитостей. Однако за кулисами их, казалось бы, идеального фасада стали появляться трещины. Поползли слухи о напряженности на съемочной площадке и противоречивых рабочих графиках пары. Затем, в 2005 году, после пяти лет брака, они объявили о своем расставании, вызвав шок в Голливуде и разбив сердца поклонников по всему миру. Слухи вокруг их расставания были сосредоточены вокруг партнерши Питта по фильму «Анджелины Джоли». Хотя и Питт, и Джоли отрицали какую-либо неверность, время их отношений вызвало недоумение и породило бесконечные спекуляции в таблоидах. Энистон, несмотря на разбитое сердце, справилась с ситуацией с грацией и достоинством. Хотя позже призналась, что отсутствие у Питта такта в то время было болезненным. Глава шестая «Бранджелина. История любви на века» Весь мир за затаянным дыханием наблюдал, как Брэд Питт и Анджелина Джоли, две самые притягательные звезды Голливуда, из экранных шпионов превратились в реальных любовников. Их химия, вспыхнувшая на съемочной площадке фильма, была неоспорима. Их история любви покорила весь мир, вихрь страстных объятий, гуманитарных усилий и растущей семьи. Вместе они построили жизнь, которая, казалось, бросала вызов условностям. Они усыновили детей со всего света, приняв в свою семью Мэддокса, Захару и Пакса. У них родились биологические дети Шайла, Нокс и Вивьен, что укрепило их имидж современной семьи. Они отстаивали идеи, близкие их сердцам, используя свою трибуну для повышения осведомленности об усыновлении.